Всем привет! Сегодня мы ненадолго отвлечёмся от русской средневековой военной истории. Всё почему? Потому что у нас сейчас месяц август, а в месяце августе было много чего интересного в Западной Европе, о которой мы как-то подозрительно мало говорим. Это неправильно, поэтому мы это исправляем. Конкретно вот по какому поводу. 23 августа 1328 года состоялась битва при Касселе между фламандскими ополченцами и французским рыцарством, подкреплённым, конечно же, французской пехотой и стрелками. Мы назовём эту беседу, лекции я об этом не стал бы именовать слишком громко, эту беседу мы назовём так, битва при Касселе, двоеточие, крах тяжёлой пехоты и триумф французского рыцарства, знак вопроса. Почему знак вопроса, почему я данные, казалось бы, несомненные выводы ставлю под сомнение, мы, я надеюсь, раскроем в ходе лекции. Беседы, уж извините, пожалуйста. Итак, что же у нас происходило между Фламандией, Францией, кстати говоря, Англией в первой трети 14-го столетия? Мы все помним, что в 1302-1304 году произошло восстание, Фландрия восстала и сбросила с себя, ну, по крайней мере, частично гнёт французской короны, потому что мы помним, что вся эта территория находилась в вассальной зависимости от Франции. Главным двигателем этих процессов, конечно же, в первую очередь было городское ремесленное сословие и крестьяне. Почему? Вроде бы сколько веков прошло, и ничто не мешало такой милой вассальной дружбе между Фландрией и Францией. И вот, получите мятеж. Мятеж с тяжелейшими последствиями для обеих сторон, с очень большим историческим эхом. Но дело в том, что, как мы все, наверное, тоже помним, Фландрия – это был один из мощнейших промышленных центров позднесредневекового Европы. Ну, конечно, когда мы говорим «промышленные», мы это берём в большие кавычки. Конечно же, мы говорим в первую очередь о цеховом ремесле, но, тем не менее, для краткости будем говорить «промышленность». И, наверное, основным промыслом фламандских промышленников было сукноделие – изготовление лучших, наверное, в Европе тканей. Конечно, делали они не только шерсть, но шерсть – это было то, чем постоянно пользовались все. Это был самый ходовой материал, который нужно было и знати, и средней прослойке горожан, и крестьянам, кому угодно. То есть, от драгоценных тонких сукн, самой лучшей выделки, до довольно простых шерстяных полотен, самых разных типов переплетения. Номенклатура фламандского производства была очень широкая. Но, если мы посмотрим на территорию самой этой страны, точнее, серии, как правильно сказать, независимых стран, независимых феодальных или полу-независимых феодальных стран, мы увидим, там не очень много свободной земли под пастбища. У них, конечно, были свои овцы. Мы понимаем, что шерсть в первую очередь добывалась с овец. Ну, они очень сильно зависели от импорта. И импорта, в первую очередь, английского. Англичане в то время были, прямо скажем, страной слабо развитой с точки зрения ремёсел, как мы это решили называть промышленности. То есть, да, там была своя и немаленькая промышленность. Однако, замечательное сукноделье в Англии до такого уровня, как она была во Фландрии, не поднималось в то время даже приблизительно. И поэтому было очень выгодно перевозить через Ла-Манш шерсть хороших, упитанных английских овец. И продавать её фламандцам, которые покупали за хорошие деньги, чтобы потом выделывать свои шерстяные изделия. То есть, у Англии и Фламандии был известный симбиоз. Они состояли в теснейшей экономической связи. А, как мы помним, в XIV веке между Францией и Англией продолжался, в общем, затяжной конфликт, который год от года только рос. И вот очередная попытка, с одной стороны, повысить налоги, а с другой стороны, прекратить ту самую торговлю, которая происходила между врагом французской короны Англией. И, с другой стороны, вассалом французской короны, Фламандией. Вот это породило крайнее недовольство, и оно вылилось в восстание. Восстание, в свою очередь, вылилось в затяжную двухлетнюю войну 1302-1304 года. Открылись основные, первые боевые действия страшным поражением французского рыцарства в битве при Куртре в 1302 году. Это было 11 июля. Это хрестоматийное событие, которое ещё известно как битва золотых шпор, отражённая в кинематографе, в популярной литературе, в научной, конечно же, литературе и просто в обывательском сознании, наверное, со школьных учебников ещё, считается одним из первых таких звоночков, когда тяжёлая пехота победила рыцарство, когда победила тяжёлую конницу, которая, казалось бы, до этого безраздельно господствовала на полях сражений Европы. И вроде бы это так. То есть, в самом деле, фламандская пехота, а их армия состояла в первую очередь из тяжёлой линейной пехоты, поимела викторию, триумфальную викторию над французским рыцарством. Но, как мы увидим из дальнейших событий, это, в общем, практически ничего не значило. Да, тяжёлая конница до конца. Вообще, всей истории так или иначе связаны со Средневековьем, с родимыми пятнами Средневековья, если хотите. То есть, с практикой ношения постоянно тяжёлого доспеха, использования холодного оружия, как основного средства нападения, то есть, считай, до 17 века, конница никогда не теряла своего значения. В первую очередь, тяжёлая, конечно, конница. Это была решающая ударная сила, которая может не только разгромить врага, но самое главное и довершить этот разгром в решительном преследовании, в развитии наступления в глубину, по крайней мере, в рамках поля боя. Но вот, однако, есть мнение, что Куртре стало, если не точкой, да по крайней мере, неким двоеточием, за которым началось постепенное падение значения рыцарства как самостоятельной и решающей военной силы. Но это не так. И это не так французы доказали 23 августа 1328 года, когда всё то же самое французское рыцарство, которое практически ничем, ну, за исключением неких косметических отличий в вооружении, сумело разгромить всю ту же самую тяжёлую пехоту в битве при Касселе. Мы именно об этом сегодня и будем говорить. То есть, с другой стороны, люди, которые склонны к рыцарской апологетике, могли бы сказать, и более того, говорят, что, посмотрите, нет ничего подобного. Это вот реванш за Куртре, это и в самом деле был реванш за Куртре, рыцарство не потеряло никакого своего значения, а тяжёлая пехота, наоборот, оказалась бита. И в самом деле, вроде бы она оказалась бита. Но, повторюсь, это не был ни крах, с одной стороны, при Куртре, французского рыцарства и рыцарства вообще, и это не был крах тяжёлой пехоты. Совсем. Почему? Опять же, мы сейчас с вами, я надеюсь, увидим. Теперь к политическим событиям, которые имели место. Вот мы, если вернёмся в 1302-1304 год, мы вспомним, что фламандское восстание оказалось крайне успешным. Французы потерпели сокрушительное поражение в полевом бою. Замок Куртре, крепость Куртре, собственно говоря, из-за которого и разгорелось это сражение, был взят фламандцами. Тогда он принадлежал французской партии, или, по крайней мере, профранцузской партии, там ставил французский гарнизон. И фламандцы избавились от непосредственного управления Францией. Хотя, они по-прежнему продолжали платить налоги французскому королю. И довольно тонкий знаток и хороший исследователь Дмитрий Уваров, который обращался к этой проблематике, остроумно сравнил данное положение с тем положением, которое испытывала Русь в второй половине XIV века по отношению к Орде. То есть, дань, выход, точнее говоря, платили исправно, но при первой возможности старались его не платить. Задерживать, платить меньше, потому что Ордой, соседством с Ордой, её властью, прямо скажем, уже тяготились. Точно так же фламандцы тяготились властью Франции. И восстание 1302-1304 года доказало, во-первых, возможность существовать прекрасно без французов, без французских феодалов. Когда я говорю сейчас французы, давайте оговоримся сразу, я не имею в виду французскую нацию. Всем было плевать на конкретную нацию. Вопрос был только в феодальных правах, в феодальном праве, потому что цеха ремесленные, это тоже были, в первую очередь, феодальные организации, в которых только начинался капитализм, самые его зачатки, мы это наблюдаем в этот период. Так вот, фламандцы доказали, что могут прекрасно существовать без власти французских феодалов. Коммунальные права большинства основных городов фламандцы смогли отстоять. То есть, они доказали некую самость, некую самостоятельность. Собственно, отсюда начинается медленное, очень медленное становление вообще фламандской нации. Но это дело других времен. Мы сейчас о них говорить не будем. Это все-таки вопрос уже 15-го, 16-го, 17-го столетий. То, что довольно заметно отстоит от описываемых событий. Пока же посмотрим на Францию. В 1314 году умер последний мощный правитель, капитинг, Филипп Красивый. Филипп IV, он же железный король, воспетый Морисом Дрионом в своем замечательном историческом романе. И вот следующий-то капитинг, как раз последний из этой династии, Карл IV, это был король, прямо скажем, не того уровня, не того пошиба, не того полета птица. И Карл IV, да, он проводил некую самостоятельную политику. Ну, естественно, за ним стояла целая Франция. Но при этом он уже не мог оказывать такого давления на своих политических партнеров, противников, соседей, какой оказывал просто в силу своей харизмы, личных качеств, опыта, его предшественник Филипп IV. И, конечно же, это сразу отозвалось во Фландрии, которая стала откусывать еще и еще куски независимости. То есть, по сути дела, прямого восстания еще не было. Но предпосылки к нему начали складываться, вот в том числе, вот да, по этой, ну, довольно, казалось бы, незначительной субъективной причине, какой является смена одного правителя другим правителям. Все продолжалось до 1322 года, когда умер граф Фландри Робер III, Робер III де Бетюн, граф Деневер, который являлся потомственным феодальным владыкой данных земель. Его сын, наследник Людовик I, граф Деневер, умер за несколько месяцев до смерти отца, отец его пережил и наследовал Роберу III моего внук Луи. Он тоже Людовик, мы сокращенно будем звать его Луи, для того, чтобы отделять от сына Робера Людовика. Он таким образом стал одновременно вслед за Робером и Людовиком и графом Фландри, и графом Деневер, сосредоточив в своих руках довольно серьезные феодальные владения. Он в 1320 году женился на Маргарите Французской, на дочери короля Филиппа IV, таким образом породнившись непосредственно с французским королевским домом Капитингов. Это была вторая дочь от Жанны II, графини Бургундии, ведущая ко всему прочему, еще и принесла ему права мужа на графство Бургундское. И, конечно же, имея в виду подобное усиление собственной феодальной позиции, Луи начал проводить очень независимую от собственных городов, в первую очередь фламандских городов, политику. И, по сути дела, родство с домом Капитингов подтолкнуло его буквально в объятие профранцузской партии. Ну, еще бы, прошу прощения, за девушкой приданной в виде целого графства Бургундия. Это же, между прочим, одно из богатейших и завиднейших приданных, которое вообще могла предоставить феодальная Франция. То есть, лишаться такого, или, по крайней мере, рисковать лишиться такого, ну, это было, знаете, недопустимо совершенно. И поэтому Луи занялся, в общем, тем, чем занимались в основном с конца 13-го, с начала 14-го века французские феодалы, которые состояли в именно той самой про-французской, про-королевской партии, а именно начали проводить антианглийскую политику. То есть, как и было в 1302 году и перед 1302 годом, душить английскую шерстяную торговлю налогами. Как это прозвучало не очень здорово. Английская шерстяная торговля. Давайте так. Торговлю Англией шерстью. Вот так будет, наверное, красивее. И, конечно же, это всё привело к серии беспорядков. Причём как в среде горожан, так и в среде крестьян. Это всё происходило в ноябре-декабре 1323 года. Это всё, ко всему прочему, было связано с неурожаем, который настиг данной земли. То есть, повышение налогов, неурожай, ещё и крестьяне оказались недовольны. То есть, нужно было в этот момент, по-видимому, всё-таки задуматься и налоги-то снизить. Не отменить, конечно. Никто об этом даже и не думал заикаться. Даже в среде горожан снизить до приемлемого уровня, чтобы не душить промышленность и собственную торговлю. Но, ничуть не бывало, закусивший у дела Луи продолжил настаивать на том, что установленные налоги должны выплачиваться. Ну и, конечно, вот ровно после этого беспорядки должны были перерасти в восстание, и они в него переросли. Во главе восстания, что удивительно, встал крестьянин Николас Занекин, это такой очень харизматичный и знаковый персонаж вообще фламандской истории, ему где только можно ставят памятники, такой мученик за фламандскую историю, да и его коллега Жак Петье. Когда мы говорим крестьянин, не нужно представлять себе такого мужика в шерстяной тунике, в лаптях с виллами. Нет, ни в коем случае это был богатый фермер, как бы мы сказали, наверное, сейчас в нашей российской парадигме кулак, очень влиятельный в своей округе, располагавший не только влиянием, но и известными деньгами, и просто рисковавший части своего благосостояния лишиться. Так как он был весьма влиятельен и имел хорошие связи в округе, то за ним пошли люди. И лозунг-то был простой. Долой налоги, долой французску знать. Все еще отлично помнили, как 21 год назад, перед началом восстания 1032 года, совершилось брюкское заутреннее знаменитое, где каждый, кто не мог внятно по-фламандски выговорить «шильд анфганд», то есть «щит и друг», немедленно подвергался утыкиванию ножами. То есть, начинали резать всех, кто не умел говорить по-фламандски и кто, как мы сейчас сказали, топил за профранцузскую политику. Естественно, в 1323 году эти подробности помнили не только фламандские горожане и крестьяне, но и городской патрициат, который в основном проводил профранцузскую политику. И, конечно, за Николасом Занакина начали охотиться. Но, вот они учли одного, что не весь городской патрициат придерживался профранцузской политики. В частности, глава Брюги, мэр Брюги Вильям де Денекен встал во главе восставшего города. Город восстал. И Николас Занакин с крестьянской армией своей ушел в Брюги. Точнее, даже еще не с армией в это время, с отрядом ушел в Брюги, где и укрылся, пользуясь защитой городских стен, расположением мэра, расположением профламандского патрициата, и таким образом дал горожанам очень серьезное подкрепление, во-первых, в виде крестьян, которые просто их кормили. Именно крестьяне, как мы помним, добывали основную часть валового национального продукта, и самое главное еды в средние века, в том числе, конечно, и в промышленно развитой Фламандии. Ну, конечно, условно промышленно развитой Фламандии. Насколько это вообще возможно было в 14 веке, тем более в 1-й и в 3-й, восстание очень быстро охватило соседние округа и города. То есть, Попперин, Ньюпорт, Дюнкерк, Верней, Розелар, Кассель, вот запомним это слово, Кассель, а новый граф Фландрии вынужден был убежать во Францию, во избежание. В 1324 году, в январе, он был вынужден принять мирные условия, которые выдвинули восставшие. Это назывался мир Андрея Первозванного. И вроде бы всё на время, очень недолгое время затихло. Почему недолго? Так просто потому, что, во-первых, самое главное, про французские феодалы, никуда не делись территории Фламандии. Это был обычный совершенно дуализм городской цеховой старшины, городских ремесленников и феодалов, которые, конечно, в основном проживали на селе, получая аренду с крестьян. И вот в Брюгге убили рыцаря и шесть горожан, которые придерживались профранцузской политики. Конечно, после этого французы не могли не среагировать, потому что как же так? Начались прямые угрозы военные, то есть прекратить восстание или вы будете подавлены военной силой, тем более посмотрите, пожалуйста, вот только что был заключён мир. Но жители Брюгге не угомонились и выбрали вождём Роберта Касселя, младшего сына Робера Третьего Фландерского. То есть всё того же французского феодала, но который бы полностью от них зависел, незаконного наследника, каким считался Луи Деневер. При этом городской патрициат далеко не везде, как я уже говорил, придерживался профламандских позиций. Например, в городе Гент, а это второй по размерам и по значению город данной территории, поддержал французов. И между Брюгге и Гентом начинается прямая открытая война, это с лета 1325 года. Король Франции Карл IV, конечно же, не мог оставаться в стороне от такого нестроения в собственном королевстве. Я напомню, он считал эту землю собственным королевством и, конечно, предложил встретиться для дипломатических переговоров, чтобы решить дело миром. А по французским понятиям того времени решить дело мира можно было ровно одним способом – предоставить все взаимные претензии на суд короля и оставить за ним последнее слово, как за неким третейским авторитетом. Ну, а что могли сделать по этому поводу фламандцы? Они, конечно, сказали, что, пожалуйста, мы готовы судиться в суде, это все лучше, чем воевать, но в качестве необходимого условия они потребовали отдать им безоговорочно Гент. То есть, убрать оттуда профранцузских настроенных политиков и передать без всякой войны Гент восставшим. Вот тогда, после этого будем разговаривать. Конечно, король должен был вызвать Робера Касселя ко двору. И он его вызвал 19 сентября 1325 года. А вот тот не явился. И тогда 4 ноября епископ Сен-Лис, он же аббат Сен-Лис, Ден-Дени отлучил Фландрию от церкви, т.е. подверг всю французскую территорию интердикту. Это значило то, что верные королю священники не имели права служить. Вот люди просыпаются всегда с колокольным звоном, а колокола не звонят. Ну, по крайней мере, так планировалось. Это, в самом деле, была бы очень тяжелая кара для людей, которые находились глубоко в религиозном сознании. Но, тем не менее, часть священников продолжала служить. Но Робер Кассель, он восставших, которые вроде бы как выдвинули его на графский престол, он их предал. И сразу после отлучения порвал все связи с восставшими войсками и присоединился к королю. Восставшие, надо сказать, действовали решительно. Они смогли захватить графа Луида и Невера и держали некоторое время его в плену. Однако к Рождеству 1326 года, т.е. это, получается, у нас 18 февраля, его выпустили. Ну, не держать же такого знатного человека в самом деле в плену, когда можно с его помощью договориться. Он вроде бы даровал прощение за покушение на собственную персону всем жителям Брюги, это именно жители Брюги его изловили, поклялся соблюдать коммунальные права данного города и уехал в Париж, где в 1326 году, в апреле, заключили очередной раз мир и сняли, наконец, Фландрии интердикт. Но это же все было вполне понятно очередной передышкой, таким последним, не китайским только, а французским, ну и с другой стороны, фламандским предупреждением, потому что Николас Зенекин никуда не делся, и никуда не делись притязания французского короля на налоги, которые собирались с торговлей шерстью. А как же налоги, вы спросите, это же англичане. Англичане, которые торгуют с фламандцами, получают живые деньги и могут комплектовать армию, а эта армия – это прямая угроза для французского короля, для его престола. То есть, мы видим одновременно сложение и чисто экономических претензий, которые высказывали вполне обоснованно, надо сказать, городские ремесленники. И острый социальный характер этой борьбы со стороны крестьян, потому что крестьяне были крайне недовольны вообще любым повышением налогового времени, им и так, прямо скажем, было не сладко. Толчком к новому витку восстания, конечно, послужило то, что 1 февраля 1328 года умирает Карл IV и окончательно пресекается династия Капитингов. Собрание перов, мы все знаем эту историю, коронавала 29 мая 1328 года короля Филиппа VI Валуа. Филипп VI Валуа не был прямым наследником. Гораздо ближе, в очереди на трон, был внук по женской линии, внук Филиппа IV Капитинга, Железного короля, английский король Эдуард III. Именно вот с этого времени открывается история Столетней войны, которая разразится в 1337 году. И если мы говорим о более узколокальных событиях, то именно смерть Карла IV и воцарение династии Валуа, которая в глазах фламандцев не имела законных правов, послужила триггером. Началась настоящая война. Дело в том, что если мы посмотрим на Францию, средневековую Францию начала 1-3-14 века, то мы с удивлением обнаружим, что значительная ее часть находилась в или в прямой зависимости от английского короля, или в опосредованной зависимости через сеть вассалов. То есть, прямо на территории Франции были люди, которые, как и фламандцы, сомневались в законности коронации Филиппа VI. Более того, Эдуард III эти самые опасения короля Франции подтвердил, выдвинув свои, как он считал, вполне законные претензии на французский престол. Французские юристы через собрание перов транслировали некий казус так называемого солического права, которое формулировалось по средневековому красиво, негоже лилием прясть. То есть, потомок по женской линии не имел права таким образом на французский престол. Но однако солическое право вроде бы никак не касалось английского короля. Это же было внутреннее дело французов. А он, как феодал, он был ближайшим в очереди на престол. И война между Англией и Францией была фактически уже почти неизбежна. И это, конечно, подогревалось тем фактом, что за владение Нормандии английский король был традиционно вассально обязан королю Франции. То есть, прямой наследник французского престола, мало того, что решил с этого самого французского престола, я, конечно, об Эдуарду III, он был вынужден в скором времени принести присягу французскому королю, незаконному, по его мнению, за Нормандию. То есть, вот именно в этот момент война была уже неизбежна. И, конечно, именно этим воспользовались фламандские горожане и крестьяне, чтобы развязать новый виток восстания. Это было, между прочим, неожиданно на руку Филиппу VI, потому что наличие врага, пускай внутреннего, наиболее близкого, восставших фламандцев, является очень хорошей консолидирующей силой. То есть, есть против кого дружить, как бы мы сказали. И Филипп VI собирает феодальное ополчение против восставших фламандцев, куда, конечно, с радостью собираются все любители поскакать на коне, позвенять мечами. Это же всё-таки средние века. В первую очередь, это эпоха служилых корпораций, как бы мы сказали, служилых людей по отечеству, смыслом жизни которых является война. И вот, пожалуйста, война есть. Причём где война? В одной из богатейших провинций, вассальных от Франции, которую, если привести к миру, можно получить очень и очень неплохие барыши в виде контрибуций, выкупов прямого военного грабежа. Это же хлеб настоящего рыцаря, настоящего служилого человека, который больше ничего не умеет, кроме как воевать, ну и, возможно, худо-бедно управлять вверенным имением. Филипп собрал очень изрядную для своего времени армию. Она была разделена на 11 квадридических баталий. То есть, мы привыкли к слову баталия, которая обозначает пешее подразделение пикинеров, например, швейцарских пикинеров или баталии ланскнехтов, неважно. Вот ещё у нас есть на слуху испанская терция, прямой аналог баталии. Но нет, баталия это вообще любое крупное военное подразделение, исполняющее самостоятельные тактические функции. То есть, конная баталия вполне тоже могла быть и, более того, была, так они и назывались. Все эти баталии были крайне разношёрстны, состояли из разного количества бойцов. Бойцы непосредственно концентрировались внутри баталий в хоругвях или знамёнах, или баннерах, ну, собственно говоря, знамя. Число их в баталиях достигало где-то от 8 до 39, то есть, они были очень пёстрыми по составу. Что такое знамя, как основная комплектующая баталии? Знамя в это время состояло где-то приблизительно в среднем из 20 всадников. Опять же, мы точно не можем сказать, верна ли это средняя температура по больнице. Ну, просто потому что, во-первых, у нас нету точной росписи, если бы она была, сейчас бы вообще разговоров не было, мы могли бы просто её привести. А во-вторых, число это могло очень сильно колебаться. Потому что мы знаем, что среднее количество всадников знамени, если бы мы говорим о начале 14 века, оно довольно сильно упало. И вот да, там могло быть 10-15 всадников знамени. А вот к середине 14 века оно вырастает до 40, иногда аж 80 всадников во знамени. И в 20-е годы этот процесс нарастания численности каждого знамени имел место. Более того, он подкреплялся королевскими указами, который регистрировал нижнюю планку состава каждого баннера, который требовал от каждого рыцаря баннерета. С другой стороны, мы знаем, как исполнялись феодальные законы, тем более во Франции, это вам не Англия с ее более-менее выстроенной дисциплиной подчинения, ну просто потому, что остров, с него деваться некуда. И приблизительно, вот приблизительно, для того, чтобы иметь некую рэперную точку, некие рамочные ограничения, примем это число в 20 всадников. Что такое всадник? Мы, конечно, сразу можем сказать, что это рыцарь. Нет, ни в коем случае. Конечно же, самой низшей ступенью формирования феодального ополчения было рыцарское копье. Вот то, что, я думаю, вы все слышали. Тот термин, который вам знаком. То есть, это рыцарь и его непосредственные боевые слуги. Сколько их было? Тоже очень сильно по-разному. То есть, их могло быть в 14 веке в среднем три. То есть, рыцарь сам третий. Рыцарь, его непосредственный оруженосец, сервант, слуга. То есть, от слова серв, служитель. То есть, тот, кто, в общем, примерно соответствовал по экипировке рыцарю, конечно, поплоше, похуже, но тем не менее. И какой-то еще один человек. Это мог быть, например, конный арбалетчик, который вел бой с Пешином. Это мог быть конный паши или конный кутелье. Вот конный кутелье это серьезно, потому что это да, это человек, который вооружен полегче, который не такого хорошего коня, как рыцарь, имеет, но тем не менее, это все равно член тяжело кавалерийского ополчения. То есть, три бойца с рыцарем в среднем могло быть. То есть, если мы говорим о 20 всадниках, то это где-то приблизительно 7 рыцарских копий. По три человека. Где по два, где по три. Это, повторюсь, цифры очень приблизительные. То есть, если мы вспомним, что всего было мобилизовано для подавления восстания, 196 знамен, знамен тяжелой кавалерии, 196 баннеров, то если мы умножим это количество на 20 всадников, то мы получим, в общем, очень неплохой результат. А какой тут неплохой результат? 3920 всадников. Это очень серьезно. То есть, даже если мы представим себе, что их было 3,5 тысячи, и это очень мощное, стратегического значения, военная фигура, настоящий ферзь в руках французского короля. То есть, с этой силой невозможно было не считаться. Тем более, что это уже 20-е годы 14 века. Конец 20-х годов 14 века. Значит, всадники, которые одеты уже не только в кольчуги, которые в общем и целом более-менее легко пробивались как арбалетами, так и двуручным древковым оружием. Это уже начало массового использования двойного доспеха, когда поверх кольчуг надевались какие-то бригандины. Средневековые бронежилеты с пластинами, укрепленными под тканью, когда начинают массово использоваться пластинчатые средства для защиты рук и ног, двойные шлемы на головах появляются. То есть, малый шлем бацинет с кольчужной баромицей, поверх которого мог одеваться большой тяжелый рыцарский шлем-горшок. Лошади начинают бронироваться. То есть, появляются как кольчужные попоны, так и стеганные попоны, так потихоньку начинают входить в оборот. Как уже настоящие латы, правда, еще не из стали, а из вываренной кожи, толстой, так и бригандинные защиты. Стальные налобники. То есть, это все, что превращало рыцаря в тот самый закованный в броню танк, каким мы его видим в музейных коллекциях. Это, конечно, еще далеко не то, но тем не менее, уже очень серьезно защищенные люди. Люди, обученные воевать, обученные очень виртуозному владению конем и имеющие серьезнейшую мотивацию к войне. Просто в силу своего рождения, в силу своего обучения и в силу своей корпоративной рыцарской чести. То есть, это были люди, чрезвычайно серьезно настроенные на войну. Это нужно понять. Традиционно баталии возглавляли высшие феодалы и королевские служащие. То есть, первой баталией командовали аж сразу два маршала. То есть, маршал – это командир кавалерии. То есть, это конюши, говоря по-русски. Второй командовал граф Алансон. Третий аж магистр госпитальеров и командир контингента пришедшего из Лангидока, то есть, с юга Франции. Гишар де Божо. В четвертой баталии командовал Канетабль. То есть, это вообще военные глава всего французского войска. Гатей де Шетейон из очень знаменитого рыцарского рода, который прославился в истории Франции. Пятый командовал лично король Филипп и король Наварре. Шестой командовал герцог Бургундский. Седьмой наследник престола Дофин, то есть, графство Дофине, юго-восток Франции. Восьмой командовал граф Эно. Это Южная Бельгия. Она уже Генегау. Кто читает книжку «Опасные земли», там основная часть действий происходит как раз в этом самом Эно. Кстати, к ним примкнул отряд короля Богемии. Девятая баталия – это герцог Британии. Десятый – Робер III де Артуа. Робер де Артуа – это как раз наследник Робера II де Артуа, который возглавлял королевскую армию в битве при Куртре и погиб. И одиннадцатой баталией командовал герцог Бургун. Туда же, собственно, присоединились в эту одиннадцатую последнюю баталию все беглецы, рыцари, патрициат из Фландрии, которые таким образом составили некий корпус интервентов и коллаборационистов. Как бы мы это опять же могли сказать. Конечно же, вместе с кавалерией шла пехота. Сколько пехоты, мы точно не знаем. Сохранились лишь очень разрозненные данные. Вот известно, что город Турне прислал что-то около четырехсот копейщиков и двухсот арбалетчиков. То есть, пехоты вообще традиционно в средневековом войске было много. Обычно её было больше, чем рыцарская конница. Ну, элементарно, потому что пехотинец сильно дешевле стоит и всё-таки он довольно полезен. Имея в виду то, что война это не только сражение, но и поход. Это некие инженерные работы. Это, в конце концов, даже во время сражения оборона укреплённого лагеря, который, естественно, кавалерия эффективно осуществлять не может. Только пехота. Кроме того, пехоту можно было подставить, например, под атакующую кавалерию врага, как это неоднократно делалось. Её, конечно, жалко, но не очень. По крайней мере, это даст некие шансы для собственного манёвра. Существуют оценки аж в 10 тысяч пехотинцев. Мне они кажутся безумно завышенными. Я думаю, что 10 тысяч пехоты – это только вместе с обеспечивающими, нонкомбатантами, теми, кого называли кашовыми слугами на Руси. То есть, люди, которые в кашу находятся. То есть, в обозе. Вот, наверное, вместе с нонкомбатантами где-то примерно такая цифра могла бы набраться. Особенно, если мы вспомним, что за рыцарями, мы сказали, вот три всадника. Ведь за ними тащились слуги, которые не участвовали в бою в обязательном порядке. Каждый рыцарь вместе с своим оруженосцем и кузерье имел, наверное, как минимум одного пажа. Ну, по крайней мере, если рыцарь был хоть сколько-нибудь минимально состоятельный. То есть, да, наверное, вот всех этих нонкомбатантов вместе с пехотой набиралось около 10 тысяч человек. Причём, надо заметить, что пехота, конечно, во Франции имела очень ограниченную боевую ценность. Это были мобилизованные люди, прибраны в армию. Хорошая пехота, это, как правило, были наёмные арбалетчики из Италии. Вот да, эти были, ребята, очень серьёзные. Правда, я точно не знаю, были ли они в битве при Касселе. А именно французская мобилизованная пехота, как любая мобилизованная пехота, не отличалась высокими боевыми качествами. Ну, просто потому, что у них не было качественного вооружения в нужном количестве. И около нуля была мотивация. А вот фламандцы-то это было серьёзно. Потому что, когда мы смотрим на Фламандию, мы имеем какие-то совершенно невероятные для средних веков данные по численности. Потому что вот прямо сейчас, во время третьего витка восстания, фламандцы умудрились собрать три армии. Одна из которых действовала против Гента. Гент, повторюсь, это второй по размеру город после Брюги. То есть, между прочим, тоже ничего себе, могущий собрать войско. Часть прикрывала само Брюги, а часть, главная армия, выдвинулась навстречу королевскому арьербану, королевскому ополчению. Против Гента действовали солдаты во главе с Гектором Вереном и Жаном Донамюром. Ну, а главную армию возглавил крестьянин Николас Занокин. Вы представляете, крестьянин, который бросал вызов самому королю Франции. Между прочим, в данный момент это могущественнейший континентальный владыка Европы. Собственно, почему он имел возможность выставить свою кандидатуру, так сказать, для того, чтобы противостоять самому королю Франции? Ну, просто потому, что он опирался, конечно же, в первую очередь на фламандские города. Фламандские города очень плотонаселённые, там очень серьёзная численность населения. И они очень богаты. То есть, бюргеры, сражавшиеся за собственные деньги, это очень важно, за собственные феодальные права, что, наверное, ещё важнее в смысле идеологического оформления. Они были мотивированы на войну очень серьёзно. И они, в отличие от французских ополченцев, имели возможность покупать качественное специализированное снаряжение. Просто в силу того, что или они сами имели нужное количество денег, или город был настолько богат, что мог позволить себе содержать серьёзный городской арсенал, из которого вооружались мобилизованные по призыву ополченцы. Например, брюгги. Брюгги был разделён на 13 вотов округов. Каждый из них должен был выставлять 96 бюргеров. Каких бюргеров? Каждый из которых обладал имуществом от 300 и выше ливров. Ну, ливр – это то же самое, что фунт. Это одна и та же, только по-другому называемая величина. То есть, 300 ливров – это уже, прямо скажем, очень небедный человек, который мог вооружиться. Ну, конечно, может похуже, чем рыцарь, профессиональный воин. Но, по крайней мере, сопоставимо, по качеству. И плюс ещё 511 ополченцев от цехов, от ремесленных цехов. Вот эти люди не очень понятно. Или они вооружались самостоятельно, или их централизованно вооружали из городского арсенала. Повторюсь, даже если их вооружали из городского арсенала, это было далеко не бросовое вооружение. Это было нормальное, хорошо сделанное, профессиональное вооружение. Плюс, конечно же, были стрелки, потому что по всей Фламандии в городах имелись стрелковые гильдии, где люди упражнялись в стрельбе из лука и арбалета. В первую очередь, конечно, арбалета. И вот если мы посчитаем ополчение одного брюгги, вот эти вот 13 округов умножить на 96 плюс 511, мы получим так ни много ни мало, 7920 пехотинцев, готовых к бою и прилично снаряженных. То есть, вы представляете себе, что такое почти 8000 тяжёлой пехоты из одного города? Да, конечно, брюгги-то был очень большой город, все остальные города, кроме Гента, естественно, сильно-сильно-сильно от него отставали и по размерам, и по численности населения, да, наверное, и по богатству, а значит, и выставляемым контингентом, но тем не менее, 8000 пехоты с одного города – это нечто непредставимое. Представляете, что такое 8000? В Новгороде в это время проживало 30 тысяч человек, это, считайте, треть населения Новгорода, которое может просто выйти в поле, снаряжённое в доспехе и вооружённое холодным оружием. То есть, это нечто, что, например, для территории Руси в то же самое время вообще непредставимое. Во-первых, мы не выставляли пехоту в поле, по крайней мере, для оперирования в походе, в долгом. Только для обороны стен или для действий где-то около города. А тут совсем другая ситуация. Всё-таки, конечно, Европа, Западная Европа, уж, конечно, Фламандии в это время ушли очень сильно далеко в развитии феодализма и связанных с ним институтов по сравнению, например, с Восточной Европой и, конечно, с Русью. Но не нужно думать, что в поле выходили все эти вот 7 920, условно говоря, 8 тысяч пехотинцев. Это было бы, конечно, невозможно. Во-первых, часть нужно было оставлять на обороне города. Просто запишем это и запомним, как отчий наш. Часть в принципе не выходила, потому что в большие походы обычно выставляли до 10 округов. То есть, сразу, давайте уберём 20% от этих 8 тысяч. Кроме того, естественно, каждый человек мог заболеть, мог не иметь снаряжения в порядке в данный момент. За что его, конечно, штрафовали, наказывали, но в конкретный момент в поход он выйти не может. То есть, если от Брюги выходило 6 тысяч человек, приблизительно, то это, конечно, в любом случае очень неплохая цифра. Тем более, что вот бельгийский историк Вербрюген считает, что главная фламандская армия состояла из 6,5, прошу прощения, 8 тысяч человек. То есть, это то, что возглавлял Николас Занакин. Его, конечно, упрекают за минимализм и ярко выраженный фламандский шовинизм. То есть, он всё время пытается уменьшить, якобы пытается уменьшить численность собственных войск, чтобы некоторым образом более выгодно представить их в столкновении с французами. Но я не пойду вслед за этими обвинительными голосами, просто потому, что, во-первых, Вербрюген – это очень серьёзный специалист. И вот мы только что посмотрели, как на глазах уменьшается эта численность, которая является не общей численностью войска, не общей численностью ополчения, а непосредственной мобилизационной способностью. Это, конечно, очень важно. Но мы знаем, насколько слабо была мобилизационная способность вообще в средние века. Потому что, хоть это и город, это всё равно феодальная организация. И каждый цех – это коллективный феодал. Вот часть людей имела профранцузскую ориентацию, может, и видим, что часть патрициата сдёрнула к чёртовой матери во Францию. То есть, часть людей уже не выходит. Часть людей на обороне, часть людей выходит против Гента. И вот если мы видим 6,5-8 тысяч человек, которые выходят против французской армии, это вполне себе реальная цифра. Даже если мы увеличим её до 10 тысяч человек. Эта цифра, конечно, будет менее, на мой взгляд, реальная, но тоже вполне способна быть. То есть, все исчисления в 15 тысяч человек, тем более 20 тысяч человек, я считаю несостоятельными. Как же сражались фламандцы? Как сражались французы, мы чуть позже скажем. Это очень важно. Вот то, что было ярчайшим образом явлено при Куртре, и то, что, кстати говоря, запечатлено с серьёзными фотографическими подробностями в таком памятнике материальной культуры, как Ларец из Куртре, это тесно сомкнутая фаланга тяжёлых пехотинцев, то есть, такие вот наследники античных гоплетов греческих, полисных. И в основном они снаряжались двумя типами наступательного вооружения для непосредственного ведения рукопашного боя. Это или не длинное копьё с мощным древком, то есть, то, что мы могли бы назвать, наверное, рогатиной. Копья часто выполнялись как комбинированное оружие. Копьё совмещалось с багром, с крюком, которым можно было, с одной стороны, как клевцом нанести удар, с другой стороны, использовать как зацеп. Это же очень удобно, когда ты имеешь дело с всадником. Если ты находишься сбоку или сзади, где он тебя не видит, всегда можно его крюком зацепить за край кольчуги, особенно бармицы, и за шею потянуть, после чего он упадёт. И дальше с ним гораздо лучше иметь дело, чем пока он сидит на лошади. Это первый разряд бойцов, это те люди, которые составляли обычно голову фаланги. И второй – это люди, вооружённые гадендагами. Гадендаг переводится просто «с добрым утром», такая милая шутка. Это то, что во время войны 1812 года активно использовалось нашими партизанами и называлось просто «пыряло с зубом». То есть, это не длинная дубина, где-то метр двадцать, возможно, метр пятьдесят, у которой конец окован очень толстой железной шайбой, с которой вместе выполнена короткая гранёная пика. То есть, эта дубина – длинная бейсбольная бита с окованным сталью, гранёным концом, которым можно было ударить как булавой, и при этом можно было использовать её как штык. То есть, я не скажу как копьё, он слишком короткий для копья, но как штык на коротке – это страшное оружие, просто потому, что мы имеем рычаг, чётко зафиксированный. И вот всё это сооружение в едином векторе устремляется для нанесения укола. Короткое гранёное острие – это нечто, что вспарывало кольчугу довольно легко и могло нанести повреждения даже пластиничным латом той эпохи, которые ещё не отличались, скажем так, высочайшим качеством, каким мы его видим уже в начале 15 века. Конечно же, есть арбалетчики. Арбалетчики – это важно. Но, с другой стороны, сколько их было? Арбалетчиков было не более 10-15% от общей численности флаванского ополчения. Мы это видим во время боёв в поле и при Касселе, и в более поздней битве при Росбеке, и при Куртре. И фламандские арбалетчики не могут на равных отражать атаки французских наёмников, стрелков. Из Генуэли, из Навары, то есть даже из Навары, отец метателей дротиков, они не могут отогнать их от собственной фаланги по-нормальному. То есть, мы видим, что арбалеты, да, использовались, да, были очень важны, но в полевом бою не представляли серьёзные силы. Видимо, всё-таки эти стрелковые гильдии были слишком малочисленны и слишком плохо обучены для того, чтобы сражаться на равных с профессиональными наёмниками, которые обладают стрелковым оружием с другой стороны. Как строились бойцы с холодным оружием для рукопашного боя, мы представляем себе с трудом. Есть серьёзный соблазн представить себе пекинер, копейщик, наверное, правильно сказать, копейщик. И рядом с ним боец с Годендагом, который прикрывает его в ближнем бою. И вот из такого паттерна выстраивается целиком вся фаланга. Мне, конечно, это кажется очень сомнительным, потому что фламандцы, видимо, были всё-таки не дураки и знали, что такое тяжёлая конница, что такое атака тяжёлой конницы. И поэтому, наверное, всё-таки впереди стояло несколько шеренг копейщиков, которые должны были, самое главное, удержать порыв тяжёлой конницы. А вот за ними шли люди с Годендагами, которые затормозившую конницу или, например, после того, как копейщики вступили в рукопашный бой с пехотой, при неизбежном разряжении строя выходили вперёд и на коротке вбили тех, кто прорывался к копейщикам поближе. Или наносили решительный удар скорым шагом, возможно, даже бегом, когда противник был окончательно расстроен. Вот такой вариант, мне кажется, наиболее предпочтительным. В глубину такая фаланга где-то приблизительно строилась от 8 до 10, возможно, 12 рядов. Опять же, сейчас точно сказать нельзя, но это вот те некие усреднённые данные источников, которые мы имеем, которым можно доверять, которым можно в конце концов оперировать, чтобы просто представить себе, что это такое. Нам надо сказать, что фламандцы практически не использовали щитов. То есть, они прекрасно знали, что такое стрелковый щит повеза, то есть, большой, ну, павуа, доска по-французски. То есть, это большой, почти ростовой щит или прямо ростовой щит, укрываясь за которым арбалетчик мог вести действительный огонь, действительную стрельбу, будучи более-менее прикрытым от ответного огня. А отлично они знали и квадрийские треугольные тарчи. Треугольные или приближенные к ним формы, которые можно было в том числе использовать для фехтования пешком. Однако, они не применяют ни того, ни другого. Это говорит ровно об одном, что они обладали достаточным качеством защитного снаряжения. А защитное снаряжение, таким образом, могло компенсировать отсутствие щита. О защитном снаряжении. Конечно, мы были бы не правы, если представили бы себе фламандского пехотинца точные копии рыцаря, который просто сражается пешком. Кстати говоря, рыцари-то там были. Они составляли костяк этой самой фаланги. То есть, это были свои профессиональные военные, которые, правда, придерживались антифранцузских настроений, антифранцузской идеологии. Вот они-то были вооружены, видимо, в самом деле. В полном смысле, как рыцари. А тяжёлая пехота, не рыцарская, это городское ополчение. Конечно, основой защитного вооружения имело длинную кольчугу. Когда мы смотрим на изображение фламандцев того времени, видим, это длинная стёганая куртка, поверх которой одета убедительная длинная кольчуга до колен, возможно, чуть ниже колен. Настоящий такой хауберг. Каким его встретил 13-й век. Правда, в рыцарском обиходе, в Кавадырисском, он теперь это перекочевало в пехоту. Конечно же, использовались и бригандины, возможно, керасы из вываренной кожи, которые одевались или поверх кольчуги, или вместо кольчуги. Широко использовались пласты уже в то время не только кольчужные, но и пластичные перчатки, призванные максимально эффективно защищать руки бойца. Тем более, если иметь в виду, что эти руки не были более прикрыты щитом никак. Он постоянно находился перед угрозой получить мечом или топором по пальцам. Что очень неприятно. Особенно, если это всего лишь кольчужная варежка. В пластинчатой перчатке это далеко не так страшно. Ну и шлемы. Шлемы, конечно, они не использовали рыцарских больших глухих шлемов, просто потому, что в пешем строю иначе невозможно ориентироваться. Использовали они шлемы бацинеты. То есть, это в то время уже каски, которые прикрывают виски владельца или находятся чуть выше. То есть, это малый шлем с бармицей кольчужной. Кроме того, широко были распространены шлемы с полями. Шапель де Ферр по-французски или Айзенхуд по-немецки. Это как раз для 14 века, да уже и с середины 13 века для пехоты и в том числе легкой конницы. Очень распространенные наголовья, которые использовали буквально все, начиная от королей, заканчивая самыми простыми пехотинцами. Дешевое, надежное средство прикрытия головы, потому что нависающие поля очень хорошо прикрывают голову от секущих ударов. То есть, любой удар, попавший в шлем, рано или поздно соскользнёт вниз и остановится на полях. Кроме того, манёвром головы можно было этими полями отражать удары в лицо, прикрывать себя от стрел летящих под навесом. Словом, чудо на голове пехотинца. Если мы вспомним очень древние, ещё античные рассуждения об идеальном шлеме, потому что античный философ, как мы знаем, уже в Греции массу времени уделяли вооружению и военному делу, то вот идеальный шлем в описании греческих философ. Это с удивлением мы увидим тот же самый Шапель Дефер. Ну, конечно, в античном исполнении. То есть, всё тот же самый шлем с полями. Что характерно, пехота, трансформируя так или иначе эти шлемы, будет использовать до излёта Средневековья и использование развитого защитного вооружения вообще. Это, в самом деле, очень хорошая каска. А в качестве щитов фламандцы кое-что всё-таки использовали. Мы видим на изображениях массу картинок, массу изображений с представлением маленького кулачного щита Баклера, который вешали обычно на поезд. Маленький щит, который удерживали в кулаке. Вот как викингский щит огромный, только то же самое, только маленькое. Как правило, или окованной сталью, или целиком выполненной из стали. Щит очень манёвренный, хороший в рукопашном бою на мечах, не стесняет движения, не скрывает обзора. Кроме того, его можно использовать просто как кастет. Представляете, у вас в руках килограмм железа, которым можно торцом или умбоном атаковать противника в открытую часть силы, например, в лицо. Это нечто, после чего второго удара уже не требуется. Это я вам авторитетно заявляю. Более того, хорошо поставленным ударом такого щита можно даже человека в вооружении, попав ему удачно в голову, просто иные арцы сбить с ног. После чего опять же тактическое преимущество явным образом складывается в пользу владельца такого щита. Это очень серьёзное вспомогательное средство. Тем не менее, несмотря на все свои качества, неплохое защитное вооружение. Да, в это время уже начинают использоваться не только кольчужные чулки, но и стальные или кожаные поножи в пехоте. Это серьёзное вооружение. Это, в общем, приличная мобилизационная способность. У них была масса недостатков. Самое главное из них – это отсутствие настоящей муштры и регулярной строевой подготовки. То есть, построиться в фалангу, сбиться плечом к плечу и держать позицию. Эти люди могли. Особенно, если имели в виду, что они защищают собственную землю. Когда была сильнейшая идеологическая мотивация. Когда борются за свои права. Наверное, мотивация ещё сильнее. Но совершать сложные манёвры, разделять армию на несколько частей, оперировая ими для решения всех необходимых тактических задач, в это время ещё пехота вообще не умела. И тем более она не умела среди ополченцев. Это же не воины в основном. Это, да, очень серьёзные, но всего лишь горожане. Ремесленники, цеховики, цеховые мастера, бюргеры, которые в основном занимались ремесленным производством. Война была вынужденным, крайне неприятным побочным занятием. Через некоторое время из вот таких вот ополченцев, правда не в Фламандии, в Фламандии это произойдёт несколько позже, но появится настоящая профессиональная пехота, которая своим цеховым ремеслом сделает именно войну, а значит и постоянное обучение данной войне. И вот там уже будет совсем другая пехота. Это всего лишь её эмбрион, зародыш, апейрон, как первый элемент, если бы это говорили греки. Так вот, к сложному манёвру они были не приспособлены. И, видимо, не очень хорошо умели атаковать шагом. То есть, для того, чтобы вся эта фаланга при атаке не развалилась, нужна постоянная маршевая тренировка, чего горожане себе позволить не могли. Просто, повторюсь, в силу того, что они в основном занимались совершенно посторонними относительно войны делами. При этом, конечно же, фаланга представляла из себя страшную силу. Просто из-за того, что бойцов в ней было много. Вот пока она сплочена и идёт вперёд в одном направлении, или стоит на месте, как утёс, сделать с ней что-нибудь очень сложно. Тем более, что она хорошо прикрыта защитным вооружением. Но отразить противника такая фаланга может легко. И во время обороны может даже нанести противнику серьёзное поражение. Если у неё толковые командиры, как это было при Куртре. Но разгромить противника никакая пехота не в состоянии. Потому, что она лишена мобильности. Тем более, тяжёлая пехота не может бежать. А особенно за всадником. И наносить главные потери, какие вообще производились в средневековых сражениях при поражении одной из сторон. А именно, избиение и пленение врагов при бегстве против расстроенного построения. Вот этого тяжёлая пехота сделать в принципе не может. Что она могла сделать? Она могла совершить ровно один манёвр. Кроме атаки. Это оборона в кругу. Они строили так называемую корону. Когда вся фаланга замыкалась в круг. Очтяниваясь во все стороны копьями. Оставляя посередине некое пустое пространство. Куда могли уйти раненые. Где стояли командиры. Которая в конце концов не позволяла создаться давки. В этом построении. Вот, собственно говоря, наверное и всё. Снаряжение, которое покупал фламандский пехотинец. Стоило, кстати говоря, очень приличных денег. Об этом стоит поговорить. Оно напрямую связано с экономикой. А значит и вообще с историей восстания. Которая по экономическим причинам-то и началась. Приблизительно. Кольчуга. Годендаг. Нагрудник. Та самая бригандина или кожаный нагрудник. Небольшой кулачный щит. Баклер. Кольчужные чулки. Под кольчужная куртка и рукавицы. Стоили примерно так. Где-то всё вместе оно могло составлять от 20 до 35 ливров. Мы помним, да? Ливр это 20 шиллингов. И каждый шиллинг это 12 денье. Аналог английского пенса. То есть, 240 денье в ливре таким образом. Вот 20-35 ливров стоило полное снаряжение. Причём удивительно дорого стоил Годендаг. Я даже не знаю почему. Потому, что источники нам указывают цену до 10 шиллингов. То есть, получается 120 денье. Хотя, казалось бы, это всего лишь дубина, кованая железом из некой короткой пиковины. Что там так дорого могло стоить? Вообще, для меня большая загадка. По моему мнению, это как раз самое дешёвое оружие, которое могло бы быть. Однако, данные источника вот такие. Кольчужная туника, в зависимости от длины, стоила от 10 до 15 ливров. Маленький баклер где-то около 1 ливра. То есть, приблизительно 25-30 ливров. Хотя, богатые горожане, из числа тех самых 96 горожан с имуществом от 300 ливров, мы знаем, покупали себе снаряжение по 100, 120, 150 ливров ценой. То есть, нечто, что приближалось или даже обгоняло рыцарское снаряжение. Вот мы видим, в таком денежном выражении исчислялась стоимость снаряжения тяжёлого пехотинца. Однако, что это такое? Потому что для нас эти суммы 10 шиллингов, 20 ливров не говорят ровным счётом ничего. Давайте-ка её в натуральном виде представим. А именно, ремесленник, это ставить даже не ремесленник, правильно сказать, цеховой мастер. То есть, это уже более серьёзная квалификация. Цеховой мастер в день во Фландрии зарабатывал 3 шиллинга. То есть, снаряжение ценой 20 фунтов, 20 ливров, это 140 приблизительно рабочих дней. При этом рабочих дней в году цеховой мастер имел 240. То есть, таким образом, за 2 трети года он накапливал сумму, необходимую для покупки комплекта снаряжения. Понятно, если 35 фунтов это будет несколько больше, но тем не менее, за год, условно говоря, в руках одного мастера накапливалась сумма, необходимая для покупки снаряжения. То есть, да, это серьёзные деньги. Но согласитесь, деньги вполне подъёмные. Если мы представим себе, что нам обязательно придётся воевать, и от этого снаряжения будет зависеть наша жизнь, наверное, года за три можно будет выкрыть некую часть средств от собственного дохода, чтобы купить себе такой комплектик. Я думаю, что примерно такая же логика двигала и фламандскими горожанами. Вот теперь посмотрим на французов. Что такое французская кавалерия? Как она работала? Как она воевала? Конечно, это воины-профессионалы. Причём, воины-профессионалы потомственные и с очень большим опытом, как правило. Может быть, даже не личным опытом, но опытом родовым. А этот опыт всегда передавался от отца к сыну, от деда к внуку. То есть, по семейным связям, как минимум, даже ни разу не воевавший такой маленький молодой рыцарь или дворянин ещё не посвящённый в рыцаре, знал очень многое, что ему конкретно передали люди, которые, самое главное, выжили в бою. Может быть, даже не в одном. То есть, их боевая эффективность и их конкретный опыт имел практическую апробацию. То есть, если ты раз за разом выживаешь в бою, значит, ты умеешь что-то, что позволяет тебе выживать. То есть, ты можешь передать своему потомку, наследнику нечто, что апробировано уже не одним поколением твоих предков и что поможет выживать ему. То есть, наличие живого родственника было залогом того, что ты получаешь качественное военное образование. Как индивидуальные бойцы. Они были весьма опасны, особенно если представить себе, как они в это время были снаряжены. Каждая баталия состояла, как мы уже сказали, из знамён. Знамя само по себе – это тактическая единица, которая могла действовать самостоятельно. Но в большом сражении, естественно, от 20 всадников, взятых как отдельная структура, было очень мало проку. Поэтому их сводили в нечто более массивное. То есть, баталия состоящая из знамён. Вот мы выше прикидывали, сколько там могло быть людей. Вся эта конница строилась в несколько шеренг. Очень плотно. Что такое несколько шеренг? Сложно сказать. Минимальное значение – это три шеренги. Почему я говорю об этом так уверенно? Во-первых, мы знаем об этом из некоторого количества источников. Это во-первых. А во-вторых, вот мы видим среднюю нормальную численность рыцарского копья. То есть, рыцарь, оруженосец и боевой слуга, кутелье. Три человека. Вот они выстраиваются в затылок за своим господином. Как раз получается три шеренги. Другое дело, что мы не можем сказать, что это было обязательно для всех. Мы не можем сказать, что это вот. Баталия, собранная из знамён и построенная к бою, в обязательном порядке имело три или хорошо, пять или шесть шеренг. Нет ни в коем случае. Потому, что за каждым рыцарем могло идти разное количество боевых слуг. И мы представляем себе, что спереди, да, это была прямая линия, а сзади нечто, что имеет переменную глубину. Потому, что это эпоха, которая бесконечно отстоит от уставной эпохи Густава Адольфа, Фридриха Великого, Наполеона Первого и так далее. То есть, не было устава, который бы повелел, что конный эскадрон, вот баталия, должна иметь столько-то человек по фронту, скажем, 50, и два человека в глубину, то есть, две шеренги. Нет, такого не было. Более того, никто не мог приказать рыцарю не брать с собой лишних боевых слуг. Если он уже их снарядил и привёл, они все поскачут за ним, как поскачут, я полагаю, как бог на душу положит. При этом они все строились по корпоративному признаку. То есть, родственники друг с другом, как можно ближе друг к другу, и родственники с соседями. То есть, каждая баталия представляла из себя выставленные на поле боевые корпорации. Боевые служилые корпорации, обязанные военной боевой службой. Обычно говорят, что такой плотности построения, какая была в новое время при Фридрихе Великом, например, рыцари достигнуть не могли. То есть, если мы представляем себе эскадрон Фридриха Великого или Наполеона Первого, мы знаем, что всадники шли бот-а-бот, то есть, сапог к сапогу, очень плотно, вообще максимально плотно, так, чтобы не было никаких вообще щелей между лошадями. А вот рыцари якобы, которые не имели такой стройвы подготовки и такого уровня мустры, не могли так построиться. Да, на 50% это утверждение верно. Рыцари не могли выдержать этого равнения. Но именно построиться перед боем они могли так и только так. Потому что только максимальное плотное построение в начале боя гарантировало, что при атаке баталия доедет до врага хоть в каком-то порядке. Если принять внимание, то, что мы сказали выше, отсутствие регулярной строевой муштры. Да, строевая муштра, возможно, имела место на каком-то узком отрезке времени непосредственно перед походом или перед сражением. В виде какого-то общего строевого смотра, например. Вот когда мы собираем всех этих рыцарей вместе и их слуг, вот только поставив их максимально плотно, в начале боя, когда не требуется ничего для того, чтобы их построить плотно, нужно просто приказать, сомкнись. И вот они все вместе начинают сбиваться в эту кучку. Тем более, когда чувствуешь локтем печень соседа или родственника, воевать гораздо спокойнее. И вот да, только тогда эта баталия, разогнавшись, может донести себя до противника в состоянии некоего монолита. Хотя, конечно, это совсем не то, что мы знаем при атаках керосир, например, на Бородине. То есть, такого эти люди позволить себе не могли. О, опять же, потому что просто не умели. Хотя, наверное, понимали, что максимально плотная и ровная линия нанесет несравненно более сильный удар, чем несколько разрозненных всадников, которые будут подскакивать к противнику по очереди. Рыцарский боевой конь это, конечно, чудо из чудес. Потому что в среднем дистрие, собственно, боевой конь рыцаря, стоил около 40-50 ливров. При том, что рабочая лошадь это 10-15 ливров. То есть, боевой конь в 3-5 раз дороже. Боевой конь это больше по деньгам, чем стоило самое дорогое в среднем пехотное снаряжение фламандского ополченца. Вот это нужно внимательно запомнить. При этом это были не самые дорогие лошади. Это были обычные рядовые лошади обычных рыцарей. При том, что, например, командир 7-й баталии, дофин, граф дофине, вот он имел под собой коня стоимостью в 600 ливров. А 600 ливров это 12 тысяч шиллингов. То есть, 4 тысячи дней работы обычного цехового мастера. Между прочим, весьма квалифицированного специалиста. 4 тысячи рабочих дней. Это больше 10 лет. Понятно, что такого себе позволить не мог в принципе никто. Я уж боюсь себе представить, сколько доспех этого самого дофина стоил. Так вот, таким образом организованная армия фламандцев двинулась навстречу французам. А французы, в свою очередь, двинулись к самому ближнему городу, где имело место восстание. Конкретно к Касселю. И разбило лагерь, конечно, угрожая горожанам осадой. Я не имею данных, скорее всего, никаких осадных приспособлений с собой французская армия не везла. Но в конце концов, это же Европа, очень небольшие расстояния. При долгой осаде эти самые осадные приспособления вполне могли подвезти. Или можно было собрать их на месте. Организация самой армии, как при марше, так и при осаде, скажем так, угрозе осады Касселя, поражает. Потому что мы обычно привыкли видеть такую феодальную вольницу, которой вообще невозможно ничего приказать, которая занимается чем угодно, только не тем, что хочет главнокомандующий. Но в данном конкретном случае данный стереотип не работает от слова совсем. Потому что, во-первых, да, как мы говорим, довольно дробное тактическое членение, аж на 11 баталий. Это не три полка, как мы привыкли, полк правой руки, полк левой руки, большой полк. Это 11 раздробленных отдельных тактических единиц. При этом все баталии шли в четком порядке по своим номерам. Каждый был в колонне или в колоннах предназначен свой номер и свое место. Тут же в обязательном порядке выделялись боевые охранения, как фланговые, куда уходили обычно 8-я и 5-я баталии, так и авангард, то есть передовое боевое охранение. То есть это совершенно нечто отличное от наших вообще бытовых представлений о средневековом войске. В данном случае порядок был образцовый. Правда, конечно, образцовый порядок работал до поры до времени, пока не будет понятно, что можно грабить. Вот во время грабежа, ну или мы скажем так, это ласково, острый фуражировки. Вот, конечно, все эти боевые охранения, наверное, выглядели более рыхло, но пока воля главнокомандующего держала войско вместе, вот да, на какое-то время рыцарская армия сохраняла весьма серьезный для средних веков порядок. Итак, французы разбили лагерь, приготовились к осаде, а армия Николаса Зенекина подошла к касселю и заняла оборонительную позицию на холме. И вот с одной стороны на холме стоят фламандцы, с другой стороны в лагере стоят французы и никто не спешит атаковать. Естественно, покидать холм фламандским пехотинцам никакого счастья, потому что, ну, когда они на холме, это очень сильная позиция. Если конница их будет атаковать, ей придется атаковать по склону вверх. То есть, уже из элементарных законов физики мы понимаем, что кинетическая энергия удара каждого отдельного коня будет заметно меньше, в силу меньшей скорости. Кроме того, холм это же не гладкая асфальтированная поверхность. Это трава, кочки, рытвины, какие-нибудь кусты, через которые лошадям придется проламываться, все сильнее и сильнее, теряя разгон. Точно так же, не точно так же, а примерно так же была выиграна битва при Куртре, когда фламандцы не вышли из-за прикрытия молочистого ручья. И французская конница атаковала через ручей и не могла полностью реализовать весь свой убийственный потенциал. И, естественно, проиграла. Но вот тут в дело вступила игра нервов главнокомандующих. И то, насколько главнокомандующие вообще контролировали собственные войска. Вообще, кажется, что первыми должны были не выдержать рыцари при виде всей этой самой черни, всей этой самой сволочи, которая посмела поднять руку на их феодального коллегу, на Луи Деневера. Они должны были первые атаковать. И мы знаем, что так регулярно бывало. А горожане, как нечто более дисциплинированное, имеющее в своей основе как минимум цеховую дисциплину, должно было выдержать его стоять на месте. Но это совершенно ложное представление. Потому, что и эта феодальная армия, и эта феодальная армия. Фламандцы тоже оставались в феодальной армии. Только пехотной. И, естественно, там уровень этой самой вольницы внутри был не меньше, а может и больше, чем у французов. По крайней мере, в данном случае. Просто потому, что каждый цеховой мастер имел, да, серьёзное влияние на своих бойцов. То есть, каждый глава этого округа. Но какое влияние имел на них Николас Занакин? Мог ли он им жёстко приказать стоять на месте и не двигаться? Или атаковать и уже не останавливаться? Видимо, нет. И, возможно, у самого Николаса Занакина не выдержали нервы. Всё-таки это был, да, очень удачливый вождь восстания, но всего лишь крестьянин. Пусть и богатый. Он приказывает внезапным броском атаковать французский лагерь. Выжидают и французы, и фламандцы до позднего вечера 23 августа. И вот под покровом наступающей темноты фламандцы бросаются с холма и атакуют французский лагерь. Атака была очень неожиданная. То есть, видимо, французы могли ожидать чего угодно, но не того, чтобы пехота покинет сильную оборонительную позицию. Опять же, мы не знаем. Вот только что я перечислил возможные причины этой атаки. Что, может быть, солдаты вынудили своего командира атаковать. Возможно, у него не выдержали нервы. Или он увидел возможность. Потому что в 1304 году при Монсапевеле такая атака едва не принесла фламандцам победу. Французы просто были на волоске от поражения. Чудом сумели отбиться и даже выиграть. Атака, повторюсь, была неожиданной и страшной. Но французы имели в лагере изрядное количество пехоты. Причем, как мы видели, судя по всему, количество этой пехоты было примерно сопоставимо с фламандцами. Да, я имею в виду, комбатантов было заметно меньше. Они качеством были заметно хуже. Но все-таки это лагерь. Там можно отбиться. И пехота, что самое главное, в отличие от рыцарей, может очень оперативно подготовиться к бою. Просто потому, что ей не нужно забираться на коней, снаряжать коней и напяливать на себя кучу доспехов. Тем не менее, пехота, которая встретила первый натиск фламандцев, частично была опрокинута. Некоторые отряды просто сбежали и никогда более не вернулись на поле боя. Потом вылавливать пришлось. Уже после сражения. Но рыцари-то оказались готовы. То есть, пока пехота претерпевала в первой фазе боя, рыцарские баталии разошлись на фланге и атаковали потерявшую порядок фламандскую фалангу с боков. То есть, это там, где самое маленькое количество рядов, обращенных фронтом к противнику. Мы вот видим 8-10 шеренг. Если атаковать их сбоку, они одновременно превращаются в ряды. Это мало. В отличие от этой исполинской, утыканной копьями и гадендагами стены, которая идет во фронт. Вот сбоку фаланга сильно уязвима. Но тут мы увидели, что фламандцы вообще-то оказались не лыком шиты. Потому что при первом же ударе французов во фланге они, во-первых, смогли отбиться и немедленно свернуть фалангу в корону, в этот самый боевой круг, и занять четкую оборонительную позицию. Французы, естественно, сразу же бросились в атаку. Потому что самое главное вообще, что может быть для конницы. Враг отдал ей стратегические маневры. Они могут собираться и атаковать тогда, когда им угодно, и туда, куда им угодно. Таким образом, полностью доминируя на поле боя. Французы сразу же атаковали фламандцев. Но эта корона, несмотря на то, что, повторюсь, это далеко не швейцарские пикинеры, далеко не ланскнехты с их 4-5 метровыми пиками и прекрасной по меркам 14 века строевой подготовкой. Вот эта корона устояла. Точно так же, как стоял намертво фламандский строй при Куртре. Ничего с ним не смогли сделать французы при первой решительной атаке. Ну, конечно, что такое рыцарская атака? Это стремительное нападение. Если нет немедленного результата, лошадей тут же разворачивают, отводят в тыл, перестраивают, дают отдохнуть. Вздохнуть в это время атакует другая баталия. И в это время отдохнувшая и перестроившаяся баталия снова идёт в бой. Не нужно, кстати говоря, думать, что даже хорошие рыцарские лошади, нагружённые собственной бронёй, а доспешным всадником это такой бесконечный, вечный двигатель, который может атаковать, атаковать, атаковать бесконечно. Это, конечно, категорически не так. Я думаю, что неплохо тренированный средний рыцарский конь мог за сражение, то есть, за один, возможно, два часа сходить в атаку раз шесть, возможно, семь. После этого всё, лошадь нужно было или менять на новую, или вообще выходить из боя, просто потому, что твой боевой друг больше не в состоянии сражаться. Тем не менее, серия атак французы были крайне настойчивы в достижении победы, причём с разных направлений, не привела вообще ни к какому результату. Более того, французские рыцари, французская конница стала нести потери на пиках и годендагах фламандцев. Конечно, мы себе совершенно неправильно представляем рыцарскую атаку, в особенности атаку на пехоту, потому что мы испорчены кинематографом, мы испорчены какими-то собственными обывательскими представлениями, которые воспитали в нас, например, компьютерные игры. Мы сразу вспоминаем Total War знаменитый, когда атакует тяжёлая конница, перед ней пехота аж вот так разлетается в разные стороны, происходит такой чардж, они врываются в строй пехоты, ну да, дальше может пойти по всякому, но по крайней мере сначала первые ряды однозначно насаживаются на пике и топчутся копытами. Это, конечно, не так, потому что увидев перед собой монолит из 8-10 человек в глубину, тем более монолит, ощутившийся очень острыми и опасными предметами, лошадь, скорее всего, даже самая вымуштрованная, самая обученная лошадь просто на этот монолит не пойдёт. Он начнёт оттормаживать перед ним и настоящего этого удара копьём не выйдет, скорее всего. Конечно, были отмороженные всадники и не менее отмороженные лошади, но, к счастью, такое качество встречается только у единичных экземпляров. То есть, обычно, как я подозреваю, рыцарская атака заканчивалась, не начавшись по своему функциональному назначению. То есть, да, они разогнались, опустили копья, пошли на пехоту, но увидев, что пехота не дрогнула, не пытается раступиться, не пытается бежать, а твёрдо уставив копья, упёртые в землю против атакующей кавалерии, остаются на месте. Лошадь начинает оттормаживать. И, возможно, происходит некое перетыкивание копьями, когда всадник на тормаживающейся лошади пытается вложить последние джоули энергии в удар копьём, возможно, добавить удар усилием руки. Возможно, отбросив копьё, рубануть мечом или топором, после чего нужно успеть развернуть лошадь. Если лошадь хорошо обучена, можно ещё заставить её задними копытами лягнуть, чтобы никто не подобрался и не рубанул её по сулажирям, например. Я вам доложу, что удар здоровенный 550-килограммовый лошади двумя копытами, тем более отработанный удар, страшное оружие, это хуже любой алебарды. То есть, вот такие два копыта кованых придут в человека, и даже если его не убьют, то уж воевать он точно после этого не захочет. И всё. Вся баталия удирает. И так раз за разом, пока не будет расстроена стена пехоты. Или пока не устанут лошади. Но, когда лошади устают, они теряют возможность быстрого маневра. Тем более, что это тяжёлые лошади. Это не испанские хинетты. Лёгкие, быстроногие. Лошади, нагруженные изрядным количеством стали. Они не могут быстро разворачиваться, тем более на постоянной основе. Их начинают догонять, стаскивать всадников, сёдел и убивать. То есть, французское рыцарство начинает нести потери. Казалось, повторяется история битвы при Куртре. Но, в отличие от битвы при Куртре, в данный момент фламандцы не имели никакого естественного укрытия. И не имели никакого фортификационного лёгкого сооружения. Вся их фортификация – это была их храбрость, их стойкость и их оружие. И вот тогда французы, французский командующий пошёл на хитрость. Это, на самом деле, божественная история. Это нужно было очень тонко чувствовать нерв боя. И очень тонко чувствовать психологию противника. Да и, собственно говоря, психологию собственных бойцов. Психологию своих рыцарей. Осознавать степень усталости их коней. Сколько они атак ещё выдержат? Одну, две, может быть, три. И тогда часть поталий, которая атаковала фламандцев со стороны Касселя, разворачивается и бросается в бегство. Как показалось фламандцам. Естественно, это было абсолютно спровоцированное действие. И тогда вся эта корона начинает сворачиваться в походную колонну и пытаться вырваться из окружения. Потому что уйти им было некуда. В противном случае. Да, а тут, смотрите, дырка в окружении. Всё, они туда пошли. Но в походном состоянии это ополчение. Максимально уязвимо. И вот тогда, когда корона стала двигаться и потеряла свою монолитность, французы нанесли последний удар всеми баталиями одновременно. Который закончился тем, что, во-первых, фламандцев остановили. Они уже не имели этого спасительного пространства внутри себя, какое им гарантировало построение в боевой круг. Началась давка. То есть, внутренние солдаты не имели возможности воздействовать на противника в силу того, что не могли до него никак дотянуться. Те, кто находился снаружи, пытались укрыться за теми, кто находится сзади. Началось просто столпотворение. И столпотворение, конечно, привело к чудовищному избиению. Потому что французская конница отыгралась вообще за всё, за что должна была отыграться. И за то, что все эти горожане вообще осмелились ей противостоять. И за поражение при Куртре. И за почти поражение при Монсапевеле. И за смерть многих своих товарищей, за то, что в конце концов они всю ночь вынуждены были в темноте атаковать ту самую смертоносную фалангу. Вот, наконец, фаланга оказалась беззащитной. Она просто перестала существовать. Вслед за тем перестала существовать вообще всё фламандское войско. Французы говорят, что перебили 9 тысяч фламандцев. Но это, конечно, скорее всего, чудовищное преувеличение. Ну и в конце концов, кто этих шубпостатов будет считать? Если мы примем во внимание, что фламандцев всего было, хорошо, если 10 тысяч. То 9 тысяч значит, что в живых остался каждый десятый. Это почти нереально. То есть, да, конечно, конница, преследуя убегающую пехоту, имеет неимоверное преимущество. Но не такое же. Тем более, что это в конце очень длинного тяжёлого боя. Фламандцы говорят, что из Вестхука, из Приморской Фландрии, погибло 3185 горожан. То есть, возможно, было убито несколько больше, там 4-5 тысяч человек. В любом случае, это потери страшные. То есть, половина армии или попала в плен, или была ранена. То есть, значит, что вся остальная армия фактически уже не существует. После такого поражения быстро прийти в себя и предпринимать какие-то действия смогли бы войска в 18 веке. Наемные войска, которые постоянно проводили строевые тренировки и общие учения. Но не средневековая армия. То есть, такие потери – это конец. Тем более, что в бою погиб и Николас Зенекин. На следующий день, 24 августа, Гатье де Шетейон, главнокомандующий французского войска, видимо, автор этой блестательной победы. Видимо, это он был тем гением, который вообще организовал и поход, и порядок на походе, и прохождение самого боя. Гатье де Шетейон разграбил кассель и устроил в городе резню. То есть, все, кто не успел ночью сбежать, кто оказался достаточно глуп или жаден, чтобы не покинуть свой дом, был убит. Ну, а Фландрия, оставшаяся буквально за один бой без своей главной армии, осталась беззащитна. И восстание было жесточайшим образом подавлено. Зачинщики мятежа, ну или те, кого назначили зачинщиками мятежа, были казнены. Часть успела бежать в Англию и Голландию. Ну, мы помним, что Голландия – это отдельная страна, это графство. Голландия куда можно было вполне скрыться, которая не участвовала в конкретном восстании. Ну, а за все попытки отвертеться от налогообложения фламандцы жесточайшим образом поплатились, потому что налоги были повышены, плюс были введены экстраординарные контрибуции из каждого города. И, в общем, экономике был нанесен серьезный ущерб. Если мы вспомним битву при Монсапевеле 1334 года, которую фламандцы тоже проиграли, то, что там поражение было как минимум, в итоге, в конце концов, несмотря на почти выигранное фламандцами сражение, поражение оказалось сопоставимым по сокрушительности с битвой при Касселе. Однако в 1334 году никаких последствий сокрушительных, опасных для Фландрии не последовало. Ну, а вот теперь все случилось так, как хотел французский король. То есть, фламандцев наказали, прямо скажем, серьезнейшим образом. Укрепления в Брюге были частично снесены, точно так же, как частично были снесены укрепления Ипра и Куртре. Ну, конечно, король, одержав серьезнейшую тактическую победу, так и не понял, что с этими репрессивными мерами он толкнул фламандцев в объятия англичан. И совсем скоро там разгорится новое восстание, которое возглавит блистательный Якоб ван Артевельде, что приведет к тяжелейшему в итоге поражению французов в битве при Крыси в 1346 году. Совсем скоро. И, конечно, именно репрессии Филиппа толкнули фламандцев на столь отчаянное внутреннее низовое сопротивление. Чем интересно само сражение при Касселе? Во-первых, мы видим, что фламандцы успели таки применить довольно сложный маневр перестроения в боевой круг, в корону. При этом мы наблюдаем, как французская конница раз за разом добивается поставленной тактической цели, постоянно сменяя в атаке одну баталию другой. При том, что они очень хорошо, я бы сказал, блестяще провели марш к сражению. Да, мы видим полную реабилитацию французского рыцарства за поражение при Куртре. И крайне неудачное начало битвы при Монсапевеле, где, повторюсь, все висело на волоске для французов. Но означало ли это вообще крах тяжелой пехоты? Да ни в коем случае. Мы же видим, что это не крах тяжелой пехоты. И не крах вообще системы городского ополчения. Это крах конкретного главнокомандующего. Потому что Николай Зенекин, да, был вождем. Но нет, он не был воином. Тем более, он не был профессиональным стратегом. Он не имел опыта управления такими исполинскими массами людей, какие попали ему под командование в 1328 году. Мы видим, что пехота уже один раз показав себя, продолжает показывать себя и дальше. Более того, фламандский опыт был перенят, наверное, большинством европейских держав, которые, в принципе, могли располагать сопоставимой по количеству и качеству пехотной массой. То есть, нечто похожее, но с учетом допущенных ошибок потом используют швейцарцы. Я практически уверен, что описание сражения так или иначе дошло и до них. Нечто похожее начинают использовать активнейшим образом. Шотландцы, опять же, с учетом ранее допущенных ошибок. Ну, конечно, исходя из собственных возможностей. Чтобы резюмировать, мы скажем однозначно, что роль конницы в это время все еще доминирующая. Но мы вынуждены согласиться с теми, кто видит в этих сражениях, при Куртре, где была одержана победа, и при Касселе, где было нанесено страшное поражение пехоте, мы видим формирование нового. Это вот то самое новое, чему для победы нужно ровно один шаг. Шаг какой? Это переход от высокоорганизованного средневековья, то есть, от цехового ополчения, к началу уже капиталистических отношений в войне. Когда воевать начинают наемники. Не ополченцы, обязанные мобилизацией, а наемники, которые обязаны службой за деньги круглый год, всю свою жизнь до самой смерти. Которые смогут предоставить своим нанимателям совсем другое качество оказываемых военных услуг. Но это гораздо более поздняя история. На сегодня все. Надеюсь, было интересно. Ах, да, забыл, конечно, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте палец вверх. Вот вся эта чушь. На сегодня все. Всем пока. Продолжение следует...